Бенджамин Франклин Вашим мечтам суждено сбыться, ведь в этом видео все финансовые секреты и денежные хитрости, описанные Бенджамином Франклином. Будьте внимательны, ведь его советы сделали богатыми таких миллиардеров, как Уоррен Баффет и Ричард Брэнсон, о чем те не раз говорили в своих интервью. Возможно, следующим будете именно вы, так что досмотрите видео до самого конца. Приветствую на канале «Заметки миллионера». Пополняйте ряды будущих богачей, просто нажав на кнопку «Подписаться». Более 250 лет назад Бенджамин Франклин объединил несколько пословиц о богатстве и успехе из своего ежегодного издания «Альманах бедного Ричарда», которое он писал в течение 25 лет под псевдонимом Ричард Сондерс. Получившееся эссе было опубликовано в качестве предисловия к «Альманаху» 1758 года, а затем получило название «Путь к богатству» и было переиздано более чем на 100 языках. Теперь люди будут справляться с бедностью, не позволяя ей размножаться, описывал написанное Франклин. Далее вы узнаете, какие советы по достижению богатства написал Бенджамин Франклин и почему они актуальны и по сей день. Не забудьте поставить лайк этому видео, просто потому что вам это сделать несложно, а мне будет очень приятно. Если человек не знает, как сохранить то, что он заработал, то он всю жизнь может работать без отдыха и умереть, не сохранив даже монеты в 4 пенса. Богатый стол оставляет скудное завещание. Если хочешь быть богат, то думай о том, чтобы сохранить, так же, как и о том, чтобы добыть. Пока богатые люди сосредоточены на заработке. Как правило, у них минимум 3 источника дохода. Богатство также определяется сбережением средств и инвестициями. Как пишет Рамит Сетхи в своем бестселлере, «Я научу тебя быть богатым». В среднем миллионеры ежегодно инвестируют 20% дохода своей семьи. Их богатство измеряется не суммой, которую они зарабатывают каждый год, а накоплениями и инвестициями за определенный период. Так что если вы хотите разбогатеть, то сперва должны заплатить себе и начать это делать как можно раньше. Потому что когда вы инвестируете, деньги начинают работать на вас. Налоги и правда очень высоки, но у нас есть много других налогов, гораздо более тяжелых для некоторых из нас. Мы платим в 2 раза больше налог за свою праздность, втрое больше за нашу гордость и вчетверо больше за нашу глупость. Управление финансами гораздо больше связано с психологией и образом мыслей, чем вы думаете. Богачи думают не так, как представители среднего класса. К примеру, они не боятся неопределенности, сосредоточены на заработке, не жалеют о прошлом и видят в деньгах друга. Как пишет миллионер Стив Сиболт, самостоятельно сколотивший свое состояние. Путь к богатству начинается с изменения способа мышления о зарабатывании денег. Давайте проясним раз и навсегда. Любой может стать богатым. Если вы хотите выделиться из толпы, начните со своего менталитета. Перестаньте лениться, станьте менее гордыми и более умными. Избавьтесь от того, что стоит дороже денег, которые идут в налоговую. Лень делает всякое дело трудным, а трудолюбие легким. И тот, кто поздно встает, пробегает целый день и только к ночи еле-еле кончит свои дела. Олень плетется так медленно, что бедность вскоре догонит ее. Кто рано ложится и рано встает, тот всегда здоров, богатый, умен. Богатые и успешные люди тратят на работу больше времени, и им это нравится. Изучив жизнь 177 миллионеров в течение пяти лет, Томас Корли обнаружил, что 86% богачей в среднем работают по 50 часов в неделю, а то и больше. И только 6% опрошенных чувствуют себя несчастными из-за объема работы. Большинство богатых людей используют дополнительное время до восхода солнца. Около 50% миллионеров в исследовании Корли, которые заработали свои деньги собственным трудом, просыпались за три часа до начала рабочего дня. Усердие – мать удачи. «Если вы хотите быть богатым, вам нужна удача», – пишет Франклин. «Хорошая новость заключается в том, что каждый может сам добиться успеха, и это именно то, что делают богатые люди. Чтобы в вашу жизнь пришла удача, привыкните к упорству, особенно перед лицом трудностей и неудач. Настойчивость делает вас неудержимыми», – пишет Бенджамин. Именно это качество позволяет вам узнать, что не работает, и постоянно экспериментировать, пока вы не найдете то, что будет работать как надо. Настойчивость – самый большой вклад в формирование вашей собственной удачи. Удачливыми становятся те, кто продолжает упорствовать. Вы думаете, наверное, что немного чая или пунша время от времени, более дорогая пища, более красивые платья и немного развлечений не имеют большого значения для вашего кошелька. Но помните, маленькая экономия создает большой капитал. Остерегайтесь мелких расходов. Маленькая течь может потопить большой корабль. Незначительные, на первый взгляд, покупки имеют свойство суммироваться. «Современное общество создано для того, чтобы помочь нам избавиться от будущего», – пишет финансовый консультант Дэвид Бах в своей книге «Умные пары становятся богатыми». От этого никуда не деться. Деньги легко потратить. И особенно легко их спустить на мелочи. Проблема в том, что эти мелкие траты суммируются. И прежде чем вы это заметите, вы задолжаете себе миллионы. Он рекомендует записывать все расходы как минимум неделю, чтобы определить, где вы можете их сократить. Затем перенаправьте деньги, сэкономленные на этих ненужных ежедневных расходах, на сберегательный или инвестиционный счет, чтобы со временем они превратились в круглую сумму. Причина, по которой эта простая концепция так важна, заключается в следующем. «Если вы заставите себя поверить в то, что можете найти дополнительные 100 рублей в день, чтобы положить их на сберегательный счет, вы можете пользоваться преимуществом концепции под названием «чудо сложного процента», – объясняет Бах. Будущие миллионеры, пишите в комментариях, какую сумму денег вы хотели бы зарабатывать каждый день. Не забывайте, что лучшие комменты обязательно окажутся в следующем видео. Желание разбогатеть не делает вас богатым. Это всего лишь сила, которую нужно использовать для достижения богатства. Описанные Бенджамином Франклином истины на сегодняшний день формируют идеальную формулу для достижения богатства. Да, это требует усилий. Но если вы действительно хотите владеть миллионами, то ваше желание – это главный источник сил, который поможет справиться со всеми трудностями. Кстати о трудностях. Мир вовсю готовится к очередному финансовому кризису, который предрекает Роберт Киасаки. Чтобы спасти свой кошелек от безденежья, обязательно посмотрите прошлый ролик на моем канале. Он появится на вашем экране уже через секунду. С вами были «Заметки миллионера». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»